Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Поучение святого Иоанна Златоуста, Отца нашего. Христос для того принес нам учение свыше, с небес, чтобы вознести туда нашу мысль, чтобы мы сделались по мере сил своих подражателями своего Учителя. А как нам скажешь, сделаться подражателями Христу, делая все для общего блага и не ища своего. Ибо и Христос не себе угождал, но, как написано, злословия злословящих тебя пали на меня. Римлянам 15.3 Никто да не ищет своего, а пусть ища своего, всякий имеет в виду ближних. Что наше, то и их. Ибо мы одно тело и члены, и части друг друга. Не будем же в отношении друг к другу, как разделенные. Пусть никто не говорит, такой-то мне не друг, не родственник, не сосед. У меня нет ничего общего с ним. Как мне приступить к нему? Как начать разговор? Если он и не родственник, не друг тебе, все же он человек. Одного с тобой естества имеет одного владыку, сараб, сожитель, так как живет в одном с тобою мире. А если еще содержит и одну веру, то вот он и член твой. Ибо какая дружба может произвести такое единение, как сродство веры? Мы должны показывать не такую близость, не такое общение иметь между собою, как друзья с друзьями, а как члены с членами. Другого высшего дружества и общения, чем это, не найдет никто никогда. Ты также не можешь говорить, откуда у меня близость и связь с таким-то, как не можешь сказать этого о своем брате, потому что это было бы смешно. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело. 1 Коринфянам 12, 13. Для чего в одно тело? Для того, чтобы не разделяться. Но взаимным согласием и дружеством сохраняясь связь всего тела. Итак, не будем презирать друг друга, чтобы не пренебречь самих себя. Потому и сказано, ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь. Ефесянам 5, 29. Для сего Бог дал нам один дом, мир этот, разделил все поровну, одно для всех, возжег солнце, распростер один кровь, небо, устроил одну трапезу, землю, дал и другую трапезу, которая гораздо важнее этой, но также одну. Даровал всех один духовный образ рождения. У всех нас одно Отечество на небесах, все пьем из одной и той же чаши. Небогатому он не дал ничего больше и драгоценнее, но всем призвал равно. И как земные и плотские, так и духовные блага равно сообщил. Отчего же такое неравенство в жизни? От любостяжания и высокомерия богатых. Но, братья, да не будет вперед этого, так как у нас есть нечто общее и необходимеещее, что соединяет нас воедино. То да не будет разделяться из-за дел земных и ничтожных, разумею, богатство, бедность, плотское родство, вражду, дружество. Все это тень, еще ничтожнее тени для тех, которые соединяются узами высшей любви. Будем же сохранять эти узы неразрывными. И никакой злой дух невозможет проникнуть в нас, чтобы разрушить такое единение. Аминь.